Ну что ж, еще раз, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, и как всегда в это время будем говорить о финансовых рынках, ну и не просто говорить, а учитывая пятничный день, веселый, я бы сказал, великолепный, солнечный, очень хочется, да, весенний пятничный день, всего этого я сказать не могу, остается только пятничный. Так вот, учитывая пятничный день, мы будем подводить финансовые итоги недели, и сегодня в гостях Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании «Китфинанс». Добрый вечер, Дима. Добрый вечер. Кстати, я хочу отметить, Дима приезжает из Питера каждый раз на наш эфир, за это моё огромное, отдельное спасибо. Вам спасибо, что приглашаете. Наш второй гость пока, пока, да, в пути, но я надеюсь, он скоро подойдет, и я его в таком случае и представлю. Значит, уважаемые слушатели, как всегда, напомню, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финанс.фм, всё это нужно вам, я надеюсь, для того, чтобы позвонить, написать, задать вопрос, прокомментировать собственную, собственную ситуацию, да, озвучить собственное мнение, в общем, всё это вы прекрасно знаете. Ну и, ну и барабанная дробь, да. Значит, в студии появился мой следующий, мой второй сегодняшний гость, это Богдан Зварич, начальник аналитического отдела, неттрейдер. Добрый вечер, Богдан. Добрый вечер. Я не буду спрашивать, почему это случилось, все мы знаем, мы уже посетывались с Димой на то, что погода сейчас, да, не позволяет быстро перемещаться по Москве. Да. Хотя я тебе хочу сказать, пробок нет, вот пробок вчера я успел, за 10 минут я опаздывал, успел отсюда доехать до центра практически. Ну, транспорт ходит с трудом. Трудом, да, ну ладно, его можно понять. Общественный. Общественный, конечно. Его можно понять, этот самый транспорт. Ну что ж, давайте начнем, значит, традиционно я прочту картину маслом, да, на 18.06 в Москве, что же происходит на основных финансовых рынках. Кстати, надо отметить, что американцы уже торгуются как полчаса, и мы сейчас можем эту картину более полно сразу же с вами озвучить. Итак, начнем с них же. Индикатор американского фондового рынка и тот и другой в небольшом минусе по 0,3%, в моменте они теряют и S&P 500, и Dow Jones, хотя S&P 500 и сделал уже, да, опять перехай вчера, вообще красота. Что творится, да, в этом мире, непонятно. Ну, сейчас разберемся, с вашей же помощью. Далее, Европа в уберенном минусе тот же, в частности, вот в Фуции я вижу, да, 0,8 теряет. Далее, Азия, да, торговала сразу направленно, Nikkei прибавил 1,5%, все делается тоже. Вот, Шанхай 0,3%. Значит, что происходит с нашими индикаторами? РТС сегодня, ну, я так понимаю, в нулях все закроются. НТС, да, практически вот на 2-й линии, 0,09%, 1637. А ММВБ уже в минус ушел, 1496. Ну, это все более-менее понятно. Далее смотрим на сырьевые рынки и Форекс. Там происходят всякие события, движения. Бренд опять ниже 110, 109,87 за бочку. Золото вырвалось последние полтора часа и хочет пробиться все-таки выше 1600, пока не удается ему. 1595 за унцию. Ну, а дядя евро-доллар все-таки удержался на 1,30, да? Ты мне говорил, по-моему, или ты, Дим, кто-то говорил? Не я. Не ты, да? Вот, он пытался все-таки пробиться ниже, удержался. 1,30,62 и в моменте даже 31 уже он потрогал, но сейчас корректируется. Фунт, кстати, тоже неплохо откорректировался. Практически 52-ю уже сделал. Ну, и доллар, иена продолжает свой рост. Сейчас немножко корректируется. Основной набор голубих фишек разнонаправлен. В основном все в красной территории. И лидер падения на ЛМК больше процента, полтора процента теряет рост телеком. А Газпром, боже мой, который день подряд против рынка практически, да, стоит и, понимаешь, и растет. 143 рубля уже, да, 144 даже практически. Прибавил сегодня больше процента. Вот такова картина маслом. Еще раз, Богдан, тебе прежде всего. Мы сегодня подводим финансовые итоги недели, да, ты понимаешь, что на тебя ложится особая ответственность. Дима, ну, поскольку ты у нас сегодня, как правильно сказать, питерский гость, да, так нормально? Да, вполне. Расскажи свое питерское мнение по поводу того, что происходит на финансовых рынках. Мы никак не можем вот здесь уже, который день собираем, никак не можем на никакой консенсус прийти. Ну, конечно, всех настораживает, так получается, ситуация с американским рынком акций. Не то слово. Переписывает ХАИ, хотя все говорят о том, что экономика далеко не в том состоянии, и как так может происходить, а ситуация абсолютно, как мне кажется, адекватная, отвечая тем реалям, которые созданы на этих самых финансовых рынках. В условиях, когда мы видим нулевые ставки по короткой трежерис, и в целом живем во времена финансовых репрессий. И все вот эти условия, они как раз и создают все предпосылки для того, чтобы деньги выдавливались на рынки акций. Вот даже если посмотреть на Белла Гросса, который сколько раз уже кричит про то, что ну как так, так не может быть, Бен Берданке, ты у нас забираешь деньги, а ты заставляешь нас, нас безрисковых игроков, выходить в рисковые активы. Вот это все является следствием политики так называемых финансовых репрессий. И надо еще отметить, конечно, что вот с того момента, когда был понижен кредитный рейтинг США в 2011 году, вот с тех времен очень сильная раскорреляция идет между Америкой и остальным миром. Я вчера смотрел график индекса MSI World и наложил тоже индекс MSI World без США, и там четко видно, как разошлись, как в море корабли эти индексы. Все говорит о том, что идет... Хотя раньше, да, они ходили практически... Да, 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 ну бывали периоды в истории, когда они расходились, там в 2000 году когда-то пузырь надувался, но сейчас такая же ситуация. Я это назвал в прошлом году, может, не совсем адекватно и правильно, репатриацией капитала, но сейчас мы видим, что все потоки идут в Америку, да, и переходить... Ну если учитывать, что у нас в глобальном смысле капитал это доллар, то, наверное, репатриация происходит, да? Если так можно сказать, да. Сейчас, мне кажется, каждый новый перехай, он будет способствовать тому, что интерес, наверное, будет все-таки увеличиваться, да. Хотя, насколько я понимаю, далеко не все поучаствовали в этом ралли, и объемы достаточно низкие, об этом тоже упоминается. И, в общем, ситуация такая, ну, это, мне кажется, это нормальная ситуация вот во времена финансовых репрессий, это адекватно. Ты третий раз повторил финансовые репрессии, это все-таки речь о чем, о программах количественных смягчений? Это программа количественных смягчений, которая приводит к расширению избыточных резервов, которые давят в ставки на рынки и тем самым давят на доходности. И давят на психику, на психику инвесторов, да, глобальных. Богдан, давит тебе на психику? Да нет. Нет? Ну давай расскажи тогда, что происходит. Психика должна быть устойчивая, спокойная, на рынке нужно смотреть спокойно. Да нет, совсем ничего, ничто не давит, собственно говоря. У тебя ситуация вот нынешняя, она как комфортная? Да, вполне. Вполне. Ну, я смотрю, как бы я работаю исключительно на российском рынке, я понимаю, почему... Тем более. Я понимаю, почему происходит такая ситуация, когда там Америка и Европа переписывают, кто глобальные хаи, кто хаи-гдавы, а мы при этом планомерненько снижаемся, за исключением, наверное, отскока последних нескольких дней. Даже не полторы недели, как с 4 марта, по-моему, поставили минимум. И после этого начали планомерненько отскакивать, отскочили к уровню 1500 пунктов. И вот все попытки, несмотря даже на ту статистику по рынку США, которая вышла в пятницу, 8 марта, и которая в понедельник нас выкинула в район 1517,5, даже это не позволило закрепиться, собственно говоря, выше уровня 1500 пунктов. Как мы видим даже сейчас, снижение уже индексом МВБ ниже этого уровня. На мой взгляд, отскок закончен. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на динамику американских рынков. Во-первых, почему сегодня снижаемся? Раз инфляция выскочила на 0,7, а СПИА сегодня вышел. Да, у нас хорошие данные, но при хороших данных с рынка труда, но при хороших данных с рынка труда еще больше внимания уделяется данным по инфляции, потому что теперь именно они становятся еще более важными с точки зрения монетарной политики Федрезерва, потому что неоднократно говорилось о том, что Федрезерв внимательно смотрит на инфляцию, на рынок труда и на инфляцию, да, и учитывая то, что вот инфляция вроде как начинает расти, на рынке вновь начинают возникать опасения, что ФРС может уже в этом году начать прикрывать программы количественного значения. Уже в этом году? Да, нет, об этом же уже было несколько разговоров. На предыдущем заседании, по-моему, вернее, минутке, по-моему, перед предыдущим, на минутке с предпоследнего заседания ФРС уже как бы были намеки, некоторые давно уже говорят, ястребы уже давно говорят, что инфляция, все это может породить очень сильную волну инфляции и ничего хорошего этой экономики не принесет. Соответственно, сейчас реакция такая, может быть, на следующей неделе, реакция на эти данные может быть продолжена в США. Соответственно, учитывая то, что мы не могли расти на их позитивном фоне, падать мы будем на их негативном фоне очень хорошо. К тому же приближается, опять же-таки, очередное заседание Федрезерва 20 марта, которое состоится. Опять же, решение по ставке, опять же, будут все, понятно, что ставка останется, все будут опять ждать комментариев, и потом все опять будут сидеть и ждать минутки. При этом есть один очень интересный момент, если вот смотреть на наш рынок, ну не то, что сравнивать с американским, просто параллельно их смотреть. Дело в том, что на сайте вопрос возник, что, вернее, я написал о том, что американцы могут вырасти, и нам это поможет. Я тебя прерву сейчас, да, ты же, видишь, пошли часы, да, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев, в гостях Богдан Зварич, начальник аналитического отдела NetTrader, и Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании KIT Finance. Ну, мы подводим финансовые итоги недели, ну и, в принципе, пытаемся разобраться, что происходит на финансовых площадках и на российском в частности. Кстати, Богдан наверняка расскажет нам, да, на чем он зарабатывает деньги в нынешних суровых реалиях. Ну, давай ты по поводу, да, Федрезерва. По поводу американских рынков и российских. Так вот, когда к одному из обзоров был комментарий такой, типа, неважно, насколько вырастут американские площадки, мы все равно будем полномерно сползать. Я высказался по этому поводу следующим образом, что дело не в том, насколько они вырастут. Дело в том, насколько велики ожидания их дальнейшего роста. Пока эти ожидания есть, как они, например, были там в декабре месяце, да, вот мы посмотрим, если мы посмотрим динамику декабря-января месяца на российском рынке, было ожидание роста, дальнейшего роста американских площадок, и это, конечно, когда это ожидание было, оно сказывалось на российском рынке, и, конечно, российский рынок рос. Сейчас все сидят и очень сильно переживают, с какой точки начнется разворот на американских площадках. Не то, что никто не верит в рост, его, а, не ждут, б, все сидят и ждут разворота, чтобы успеть, что называется, выпрыгнуть. Конечно, на таком фоне расти наш рынок низколиквидный, а, да, и, соответственно, учитывая вот эту вот ситуацию, не будет, потому что потом большим деньгам отсюда будет очень сложно выпрыгнуть. Соответственно, сейчас фьючерс, там, индексы S&P 500 достигли, собственно говоря, своих целей, на мой взгляд, цель роста была на уровне 1550 пунктов, даже переписали эту цель, и вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим как минимум коррекционное снижение. Ну, где-то тот район того, который мы видели как раз вот перед вот этим вот декабрь-январским выстрелом, у нас там было снижение от 1460 до 1350, по-моему, там 110 пунктов S&P потеряло, соответственно, от текущих значений он может уйти в район тех самых 1460 пунктов. Это приличненько будет. Это достаточно приличное снижение, и, вероятно, да, это может сильно, соответственно, это может сильно повлиять на динамику наших рынков, нашего рынка. Ну, а разворачиваться мы, опять же, начнем чуть-чуть пораньше. А разворачиваться мы умеем. Дим, вот по поводу S&P все-таки еще раз, да, это твое мнение. Он что, действительно, вот-вот... Мне, на самом деле, интересна сегодняшняя экспирация, как пройдет квартальный, такое знаковое событие. Да, да, безусловно. Вот, мне кажется, вполне возможно, что будет какая-то коррекция, но, тем не менее, мне кажется, важен понимание долгосрочного движения, поэтому... А с точки зрения долгосрочного, да, в принципе, даже... Ну, пока все предпосылки для того, что... Будет расти. Будет продолжаться, да, я, на самом деле, не совсем соглашусь с тем мнением, что ожидается какие-то высказывания в пользу exit strategy, так называемых, на заседании ФРС, выхода из монетарной политики, потому что, ну, нет тех условий, которые сейчас, чтобы действительно ФРС начал активно сворачивать свои программы. Об этом сейчас вообще практически никто не говорит из крупных западных домов, то, что вот мне известно, и пока на эту ставку больше не делается. Но, тем не менее, мне кажется, вот это слово, слово сочетание exit strategy, оно действительно будет таким знаковым по итогам этого года, оно будет все чаще и чаще звучать, но практических действий пока никаких делаться не будет, потому что экономика слабая, экономика в стадии делейвериджа и американская. И поэтому пока потребительское welfare, состояние американского потребителя не будет улучшаться через рост уровня реальных заработных плат и располагаемых доходов, вот пока эти темпы очень низкие и будет в депрессии находиться экономика, и это не только касается Америки, это и Европы, и других стран касается, и все это ведет к тому, что спрос, конечно, будет низкий, а это значит инфляция будет низкой оставаться. Поэтому, конечно, заседание вот на следующей неделе, оно крайне важно, это первое заседание в 2013 году, по факту которого будет пресс-конференция Бена Бернанки, и сделаны так будут называемые ожидания членов ФОМС по перспективам экономики, целевые какие-то ориентиры поставлены. Поэтому внимание, конечно, будет очень большое, но я не думаю, что какие-то уж активные фразы про access strategy будут звучать. Хорошо, хорошо, давайте на Европу посмотрим буквально, да, буквально вскользь, Богдан смеется. Что происходит у нас в Европе, что происходит с европейской экономикой, и главное, что какие ожидания у нас ведь, значит, Италия, Кипр, да, сегодня заседание двухдневное заканчивается, Евросоюза. Ну, заседание Евросоюза опять ничего путного фактически, на мой взгляд, не дало, никаких конкретных решений мы не видим. Сейчас, на мой взгляд, самое большое внимание уделено Италии первым заседанием нового парламента, потому что от этого зависит, как быстро будет сформировано правительство в Италии, и, соответственно, по какому пути это правительство пойдет, потому что... То есть интрига сейчас в этом, да? Да, основная интрига в этом. При этом самой проблемной страной, опять же-таки, внимание на проблемную страну, это, на мой взгляд, все-таки внимание на Испанию. Потому что Испания сейчас, ну, опять же, да, неоднократно говорил, размер экономики по сравнению с Грецией намного большой, и намного больше, да, в рамках еврозоны. Если там начнутся проблемы, а проблема там существует, там и самый высокий уровень безработицы в еврозоне, плюс ситуация на рынке жилья достаточно плачевная, ну и, соответственно, объем долга достаточно большой. Приходится сворачивать, собственно говоря, снижать госрасходы и Испании, и Португалии. И, конечно, это все уводит страны в рецессию. И мы уже видим, фактически, рецессионные такие признаки. Уже в некоторых странах по два квартала подряд наблюдается снижение ВВП. И, соответственно, в Европе чего как-то... Вот даже такого позитива, который есть, например, в США, там, с рынка труда, допустим, можно, конечно, воспринимать снижение ни на чем уровня безработицы до 7,7. На имеется в виду на... А почему ни на чем? Ну, потому что, согласитесь, рабочие места практически не создаются. Сейчас создаются 260 тысяч рабочих мест. В 2008-м кризисном году в месяц потери американской экономики составляли чуть ли не до 800 тысяч рабочих мест. Ну, не знаю, насколько корректно сравнивать то, что было до кризиса. Нет, я имею в виду, что, скажем так, экономика еле-еле создает рабочие места. То есть, ну, не быстро. То есть, она не... Фактически вот эти вот созданные рабочие места, они не смогут, на мой взгляд, они не соответствуют тому снижению безработицы, которое мы видим. А это снижение, оно вызвано именно тем, что часть людей выходит из так называемой рабочей силы, перестает учитываться в рамках рабочей силы. Соответственно, они уходят, общий объем рабочей силы падает, да, и, соответственно... Ну, то есть, статистика. Соответственно, да, падает безработица. Да, это что называется... Не важно, как проголосовали, важно, как посчитали. Да. Вот, собственно говоря, сейчас именно с уровнем безработицы, на мой взгляд, происходит именно такая история. А если же возвращаться к Европе, Кипр, на мой взгляд, вряд ли какие-то серьезные за собой привнесет последствия, даже при плохом сценарии. Ну, все готовы ему помогать, тем не менее, поэтому, может быть, плохого сценария-то особо мы и не увидим. Дим, ты вообще как считаешь, вот Кипр, это действительно важное пятно на карте Евросоюза, или это просто разговор досужий? Безусловно, важно, но, мне кажется, проблему решат, погасят, там не такие размеры, поэтому тут вопрос не надо остро ставить. Ключевые вопросы по Европе, это Италия сейчас, политические риски, это выборы Германии в конце года. По Испании я не вижу никаких сейчас проблем, в том плане, что развитие какого-то финансового кризиса, все tail risks по Испании были погашены господина Марио Драги в прошлом году. А если смотреть на погашение досрочных кредитов ЛТРО, вот тех самых, которые раздавали на пике кризиса ликвидности в конце 11-го, начале 12-го года, то сейчас испанские банки больше всех возвращают денег. То есть там ситуация стабилизировалась в целом, и приток по депозитам есть, и в целом ситуация в финансовой сфере более-менее стабильная. Другой вопрос, состояние экономики, то, о чем говорил мой коллега, и действительно безработица высокая, это все порождает неприятные моменты в экономике. Это вообще считается, что Испания среди стран Еврозона, она будет дольше всех выбираться из рецессии в связи с определенными экономическими формациями и так далее. Расчеты такие были, и тем не менее ситуация там более-менее стабилизировалась. Тут надо, говоря про Европу, надо сейчас все внимание уделять политикам и решениям фискальных властей. Это ключевый момент сейчас. Даже если спекулянты и хедж-фонды там снова накинутся на Италию, на Испанию, там будут какие-то истории разыгрывать, мы помним, что Драги сказал, у нас есть программа ОМТ, так называемая, и в случае чего мы направим боевую мощь на то, чтобы выкупать облигации. Так что проблем я больших не вижу, но мне кажется, в Еврозоне ключевая сейчас игра, это не игра, а понимание, это действия политиков и фискальных властей. Политиков в целом, да, Еврозоны? Да, да, да. И если вот смотреть про финансово составляющую, еще раз отмечу, что ЕЦБ досрочно погашает, принимает заявки на погашение кредитов ЛТРО, и сейчас избыточные резервы в системе снизились в два раза, если в марте 2012-го 800 миллиардов евро было, то сейчас меньше 380, то есть ЕЦБ изымает ликвидность по сути. Какая вещала, да? Да, изымает ФРС, баланс расширяет каждый месяц, выкупая, соответственно, ЕЦБ наоборот делает другие вещи совершенно, обратные, и при этом вот динамика евро последняя была очень интересная, это опять было... Вот я опять вспомнил, да помнишь? Мне просто было, ну, на начальных этапах не совсем понятно поведение евро, когда оно так сильно начало провалиться, потому что я вижу сокращение избыточных резервов, там ликвидность изымается, вроде как должно способствовать росту ставок на межбанке и спросу на евро, там перетрит какой-то, который, кстати, и был. Ну, вот действия политиков, заявления вот эти вот о том, что, ну, как же дорогой евро бьет на наш торговый баланс, соответственно, все это не очень хорошо, там нефть дорогая, и вот действительно эти действия, такие вот скоординированные политиков, они смогли, и властей финансовых смогли вот так быстренько ослабить курс евро. Ну, я очень рад, что он стабилизировался, потому что я очень ждал и надеялся, что 1.30 устоит, вроде пока стоит. Устоял, да, сегодня опять, видишь, отскок у нас, и закрываемся выше, там опять шип мы видели, да, в районе 29, но пока не закрылись. Ну, опять, я вспоминаю просто, да, этот вот твой подход, ты мне рассказывал в прошлом году, да, сравниваем балансы, да? Ну, на самом деле, сравнивать баланс, ну, как таковые, в большой пользе не имеет, надо сравнивать баланс к активам банковской системы. Ну, тем не менее, если графики наложить, там примерно то и на то и выходит, мы говорим про сравнение балансов РСК и ЦБ и динамика пары евро-доллар, то, конечно, сейчас, в общем, все предпосылки для того, чтобы евро был посильнее, вот как раз ничего там такого нет, но долгосроки в любом случае я негативно отношусь к перспективам единопрестской валюты, это я на годы вперед говорю. Ну, именно потому, что на годы вперед можно говорить о негативных перспективах еврозоны в целом. Да, 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 конечно, конечно, вот, что есть у евро шансы. Я понял, это уже позитивно, у евро есть шансы, сказал Дима, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, продолжим, продолжим подведение финансовых итогов недели, сегодня пятница, именно это тема нашего сегодняшнего сухого остатка. Еще раз я напомню, в гостях у меня Богдан Зварич, начальник аналитического отдела NetTrader, и Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании KIT Finance. Ну, собственно, более-менее мы так, да, осветили картину, связанную с экономикой Соединенных Штатов Америки, с американским рынком, с европейской экономикой, даже, в общем, об ожиданиях в плане евро-доллара. Ты, кстати, ждешь его глубоко вниз-то, Богдан? Не знаю, сложно сказать, я сейчас мало-мало смотрю на евро-доллар, да, поэтому... Я понял. Ну, и в этом случае давайте мы сосредоточимся на российском рынке и поговорим о нем, хотя, конечно, он все меньше и меньше поводов нам дает для рассуждений, для разговоров каких-то. Вот, ну, если позволите, начнем с того, что... Значит, сейчас мы обсуждаем с вами. Мы с вами, и, наверное, не только мы, обсуждаем темы, одна из самых актуальных, это новый глава Центрального банка Российской Федерации, да, уже есть кандидатура, с вероятностью 90%, да, она будет утверждена. Потом сегодняшнее заседание Центрального банка Российской Федерации по поводу процентной ставки, которая осталась на прежнем уровне, вот, ну, и, в принципе, да, вот от той экономической ситуации, точнее, ну, да, о вашем виде экономической ситуации, Богдан, именно ситуации в России. Ну, как трейдер в отношении Центробанка я больше всего смотрю на пару доллар-рубль, он для меня больше всего интересен, потому что фьючерсом на этот инструмент, собственно говоря, сам торгую. На мой взгляд, вот сейчас, скажем так, текущая консолидация в районе, там, 30-60-30-80, которая сложилась на долларе, я думаю, что она, скорее всего, будет пробита вверх, вот, и мы увидим продолжение ослабления рубля в ближайшее время, чему вполне возможно будет сопутствовать снижение цен на нефть, потому что нефть, в отличие от других инструментов, в последнее время вместе с нами демонстрируют негативную динамику, был пробит восходящий тренд, берущий свое начало от июньских минимумов прошлого года, пробили, подтвердили этот пробой проходом уровня 112,5 долларов, дальше прошли уровень 110 долларов, сейчас попытались его отыграть, не знаю, закрепят, думаю, что вряд ли закрепится, сможет контракт на текущий момент закрепиться выше этого уровня, скорее всего, на мой взгляд, негативная динамика будет продолжена, ближайший, основной такой поддержкой, я вижу, уровень, район 102,5 долларов, но есть, скажем так, опасения, что нефть идет ниже в район минимумов прошлого года. То есть в район 90, да, с небольшим? Да, 90-92,5 доллара, но это, соответственно, в случае, если уровень, там локальная поддержка на уровне 105 долларов, ну и, соответственно, от этого и пляшу, что называется, в рубле, к тому же рубль вроде как показал разворот, пробил нисходящий тренд по отношению к доллару, вот, и здесь, как бы, наблюдается такое, после волны роста, мы наблюдаем сейчас про просто некоторую консолидацию. Ну, узко там-то, да, 30-60-30-80, стоит 2 недели. На 20 копеек консолидация фактически снимаем перекупленность с рынка, и вполне возможно... Сейчас налоговый период, да, со следующей недели начинается, ничего это не приведет к укреплению, возврату в 30 куда-нибудь? Не знаю, не думаю. Я не думаю, что на этот раз это сильно повлияет на динамику рубляска. На мой взгляд, все-таки внешний фонд сейчас будет более играть доминирующую роль, и внешний фонд сейчас больше, скорее, на мой взгляд, способствует дальнейшему ослаблению рубля. По крайней мере, по отношению к доллару. Я понял. Дим, ты как сможешь... Я аналогичного мнения не придерживаюсь, в целом, по динамике. Думаю, что внешние рынки будут... Довлечь. ...внешние рынки будут давлять, там, заседание ФРС, вот то самое, и много событий очень будет. А так, в целом, по поводу нового главы Центрального банка, здесь мнение, на самом деле, те, которые я встречал, все почему-то однозначно говорят, что будет ставку снижать, будет, соответственно, ослабление рубля. Мне кажется, пока не так все однозначно, но дождаться все-таки первого заседания. Ну, нет, надо, во-первых, чтобы утвердили дождаться, правильно? Хотя, понятно, что это дело техники. Потом первое заседание при новом главе, и потом уже посмотреть. Да, еще и смотреть на инфляцию. Конечно, да. Если она еще ко второму полугодию начнет, может галлопировать, а может снизиться, это вполне возможно, как бы ситуация переиграется. Ну, конечно, главная ставка сейчас на то, что будет правительство давить на Центральный банк, и сейчас, в принципе, все правительства крупных стран давят на свои Центробанки, и самый яркий пример это Япония сейчас, конечно, да. И, ну, вопрос-то в том, что рубль-то дешевый-то, он неужели прям так поможет экономике-то российской? Да, он поможет бюджету через рост налогов от нефтяных компаний, от их выручки, да, прибыли. И, а для бизнеса, там, а для развития каких-то новых технологий, это все несколько иная плоскость. Тут не только монетарная политика все решает, да, просто все, как бы, уперлись в Центробанк, там, и дорогой рубль, там, и высокие ставки, ну, не так ведь все однозначно в экономике российской. Поэтому я, в целом, если касаемо по рублю, то я остаюсь в мнении, которое я озвучивал в предыдущих наших эфирах с вами, я, в общем, ну, думаю, 32, там, 33, 34, возможно, как бы, вот этот уровень. Катастрофической девальвации я не жду, ну, в целом, думаю, что рубль немножко будет себя чувствовать похуже, чем... Слабее, да? Да, против американского доллара. А вот, кстати, Богдан начал, да, тему эту освещать по поводу нефти, и я с тобой соглашусь, как бы, мы раньше, да, жесткие какие-то взаимосвязи, российская экономика целиком зависит, там, вот, от стоимости нефти, дорогая нефть, хорошо экономики, ну, и так далее, рубль тоже сам. А сейчас ведь нет такой, да, жесткой уже зависит нефть, пожалуйста, дорогая, а российская экономика не так хорошо. Вот как ты думаешь, во-первых, да, насколько это взаимосвязи опять будут, раскорреляться, это продолжится, а, во-вторых, что будет на рынке нефти в ближайшее время, на то взгляд? Ну, сейчас вообще мы, видно, наблюдаем по миру раскорреляцию. Да, везде. Раскорреляция очень значительно, да, и капиталы уходят в Америку, если так можно выразиться. Это сегодня, как раз, статистика по притокам фонды, и вот я буквально на Блумберге читал недавно, что максимальный, то ли, с 96-го года, ток с Emerging Markets и с Бриков. Активов, просто аллокация активов, она сейчас в одном месте практически, да, и уходит просто деньги. Ничего страшного, наверное, такого глобального нет, просто нет интереса к российским активам, в частности, несмотря на дорогую нефть, все-таки продолжается падение темпов экономического роста, и перспектив-то особых пока и не видно, на самом деле, никаких там прорывных идей, каких-то интересных. Глобальных именно, да? Ничего в России сейчас такого, к сожалению, нету, поэтому интереса большого и нету со стороны глобальных инвесторов. Ну, а с нефтью, как ты думаешь, продолжится? С нефтью я придерживаюсь, ну, я в последнее время сталкивался с двумя такими противовлажнениями крупными игроками на этом рынке, выслушал мнение одних сторон и других, и, наверное, все-таки придерживаюсь тому, что нефть была искусственно все-таки завышена. То, о чем мы на прошлом эфире говорили, и все-таки, мне кажется, там была какая-то большая спекулятивная игра, и сейчас... Это вот туда ее задрали 119 когда, да? Да, да, да. Я больше этого мне не придерживаюсь, нежели чем реальные факторы спроса предложения. Так что... Ну, вот это вот 110, это комфортно для нее, да? И мы, так сказать, можем еще какое-то время... Думаю, да, ну, вполне можем чуть пониже, но я сильных движений вниз не вижу так. На долгой сроке возможно, как бы. 90 долларов, Богдан, вот, озвучил. Ну, и мне кажется, ну, пока мне сложно-сложно говорить, год только еще, если так можно сказать, начался, еще не было каких-то просадок больших. Вполне возможно, что в каких-то локальных, там, если какую-то историю будет разыгрывать и дойдет, ну, по концу года, думаю, там, вернется в диапазон 105-110, может, чуть повыше. Я понял. Хорошо. Ну, и если... Сейчас у нас еще есть время какое-то до перерыва, до следующего. Давайте уже более локально поговорим о рынке Российской Федерации. Какие-то интересные идеи, да, уже, наверное, говорить о дивидендных идеях поздно, да, Богдан? Да не будет дивидендного ралли. Уже было, если вообще можно это ралли назвать. Нет, ну, смотрите, основные отсечки у нас когда по самым крупным компаниям в мае. Время есть еще, да, подрасти? По идее время есть, но я боюсь, что... Понимаете, я говорю, вот под дивиденды акции интересно только в одном случае. Если ты в дальнейшем тоже ожидаешь ее рост, потому что, ну, пришел ты с бумагами на отсечку. Отсечка прошла, на следующий день бумага падает на размер дивидендов. Если ты не ждешь ее дальнейшего роста, то... А зачем смысл? Если ты ждешь ее дальнейший рост, конечно, вот это вот падение, которое у тебя будет, оно компенсируется ростом, и все замечательно. Но, понимаете, вот кто будет участвовать в дивидендном ралли? Обычные физики, они не поднимут. То есть нормального дивидендного ралли фактически не будет. Крупные игроки в принципе не идут на рынок. То есть поднимать рынок и даже в рамках дивидендного ралли фактически нек. Учитывая, да, даже в самых, как бы, ликвидных бумагах всегда найдутся те, кто хотят продать. Вот так сейчас складывается ситуация. Именно из-за того, что рынок неинтересен. И вот этих желающих продать не очень-то и выносит, я бы сказал. Да, вот сейчас мы увидели вынос шартистов в Газпроме. Вот я, извини, как раз ты сорвал с языка, что называется. Я сейчас обновил, у меня вот этот столб голубых фишек, все в красном, и один Газпром. Вот, собственно говоря, Газпром нарисовал двойное дно, пришел на цель 144,5. Я, на мой взгляд, дальше роста в Газпроме не будет. По крайней мере, все тренды до сих пор, основной тренд нисходящий. То есть я, в принципе, жду продолжения негативной динамики в Газпроме. Я уже достаточно давно говорю об этом снижении, но мне когда-то я написал, что Газпром, в принципе, на мой взгляд, может сходить в район 103 рублей за акцию. Я помню, ты озвучил. Мне вот на этом развороте, мне сейчас припоминают. Тут еще не вечер, в конце концов. Почему, да, он сейчас отскочит 144, а потом пойдет к 102, к 103. К сожалению, вы как-то складываете, вот ситуация вокруг самой нашей большой любимой газовой компании, она как-то вот в последнее время складывается, на мой взгляд, не очень. Даже японцы пожили свинью. Ну, они же начали добывать газ на новом способе, там им вроде как этого газа на 100 лет хватит. Ну, они, еще непонятно, как это все будет выглядеть, хотя, да, разговоры ходят. Но это, не считая всех предыдущих. Всего остального, да. Всего остального. Дим, по поводу дивидендных историй, ты добавишь чего-то? Действительно это все, так сказать, не особенно актуально уже сейчас? Не, ну, локальные идеи какие-то будут, безусловно, там, интересные. Сантимент рынка сейчас действительно, мне кажется, такой по России недостаточно оптимистичный в целом. Чувствуется это, поэтому, возможно, это будет давлять над рынком. То есть, мне кажется, отток капитала, он все-таки будет нивелировать вот эти вот некоторые радостные истории. То есть, я особого оптимизма как бы так не питаю. Ну, может, подрастем, но не так, наверное, сильно. Пока вот такие настроения на рынке. Скажем так, полноценного дивидендного ралли просто не будет. А когда было полноценное дивидендное ралли, скажем? Ну, вспомните, там, 2006-2007 год. Понятно. Нет, я просто тоже сегодня был заморочен одной историей по поводу неопределенности на рынке. А потом я вдруг стал вспоминать, а когда вообще была последний раз определенность на рынке? До кризиса. До кризиса, да. Пока все не долбанули. А после кризиса, как бы там хорошо, плохо, все равно была в той или иной степени неопределенность. То есть, трендов-то таких уже, да, ощутимых давно. Не, ну, почему? Вот этот тренд, который мы показали, там, с 2009 по 2011. То, возможно, да, все-таки более-менее определенность. Вот взлет с минимумов, когда всем было страшно, то, скажем так, скорректировали больше. Газпром по 88 рублей. Ты покупал в восьмом году, нет? По 88. Я тоже боялся. Да. Ну, а по поводу нашего всего, извините, еще раз добавь. По поводу Газпрома, идея в Газпроме, ну, мне кажется, 103 рубля господин Сечин не допустит. Не допустит, да. Со своими восьми миллиардами рублей, насколько я понимаю, которые будут возможно выкупаться. То есть, сильно сказано, на самом деле. Поэтому я бы тут повнимательнее бы Газпрома сейчас относился. И проблема, конечно, фундаментальная у Газпрома есть. Это, безусловно, те инвестиции, которые он совершает. Вот Капекс, эти низкорентабельные проекты, а то и проекты с отрицательным кэшфлоу, на что инвесторы смотрят. То есть, Капекс нереально огромный. По сути, сейчас Газпром напоминает компанию стартап, направляя 75% на проекты Капекс. Стартап – это хорошее сравнение, да. Дим, сейчас новости на Финал.фм, потом продолжим. Ну что ж, последняя часть эфира. Давайте попробуем мы успеть за эти 12 минут поговорить еще о многих вещах. Забавно, Дим, я благодарю тебе за замечательные метафоры. Стартап по имени Газпром – это здорово. Звучит, кстати, я сейчас смотрю на графики иены, иеновых кроссов. Активно, да, такой, я вспоминаю просто, в свое время любил очень эти валютные пары. И они уж, если растет иена, то она растет, мама не горюй. Вот сейчас, по крайней мере, в моменте я наблюдаю то же самое. Доллар иена, иеновые кроссы падают, падают. То есть, иена укрепляется. С чем это связано, можно только предполагать. Но сам факт. И в связи с этим, если не возражаете, уважаемые коллеги, давайте мы посмотрим в ту сторону. Про газ вы уже вспомнили, да? Там хитрый газ какой-то они собираются добывать. А вот с точки зрения, опять-таки, монетарной политики, пресловутых валютных войн, ослабления иены. Дима, как ты на эти вещи смотришь? Насколько перспективно увидеть иену, допустим, доллар по 100 иен? Я думаю, в перспективе до 2014 года, до весны, я думаю, вполне эти уровни возможны. Колебания, диапазон, видимо, там 94, может 93-98, и там с заскоками какими-то. Кто-то из чиновников, я сейчас фамилию не вспомню, сегодня вроде обозначил этот раньше такой. Японский. Да. Японские чиновники? Да, 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 я просто не вспомню. А в целом, премьер-министр обозначил четкую монетарный курс, назвали курс об экономикой, потому что действительно четкие сформулированные задачи по выводу экономики из дефляции и через снижение курса национальной валюты. То есть эта идея очень сильная, она реализуется через три основных направления. Это вот агрессивная, сверхмягкая монетарная политика, это фискальные стимулы, деньги в инфраструктуру пойдут, и там стратегия роста. Вот по монетарной политике четкие цели, двухпроцентный таргет по инфляции, который правительство, по сути, навязало и Центральному банку, хотя Центральный банк де-факто должен быть самостоятельным. Самостоятельный. Но тем не менее, да, господин Курода, который сегодня Верхняя Палата избрала... Все уже избрали его, да? Ну, приняли, да, решение о том, что он в качестве главы Банка Японии будет после ухода предыдущего главы, и 4 марта, апреля состоится заседание Банка Японии уже с новым главой, и вот крайне важно будет услышать те, действительно, те решения и те намерения, которые господин Курода озвучивал, он озвучивал очень много всего. Он очень много, и потом, ну, видимо, он самурай такой, да? Бернанки в сторонке курят, Александр. Да, 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 я его воспринимаю как самурай, он как вот в этих, да, в восточных фильмах, он меч вот так, и, значит, дру-ду-ду, вот что-то такое. Тем не менее, надо отметить, что вот правительство Абе и господин Абе, оно действительно очень ярко выделяется на фоне всех остальных правительств. Вы знаете, там чехарда в Японии с этим очень слабые политические власти, силы, и вот он действительно... Чуть-чуть сразу в отставку, чуть-чуть сразу в отставку. Да, 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 тут вот действительно решительная, который, да, решительность в его действиях, она вот помогла. Индексу отскочить там на больше, чем на 20% с осени, и, в общем, действительно. И поэтому я думаю, что в целом те, многие те из тех мер, которые были озвучены, одни все-таки сбудутся, и это поможет Йене продолжить ослабление, если смотрим долгосрочную историю, перспективу, о чем вы уже говорили, что Йенна сильно очень ходит, у нее очень сильные движения, 20% это далеко не предел, бывает и по 30, и по 40, в случае чего. Потому что в целом возможно, и самое главное, что сейчас делает Банк Японии, он исправляет ошибки 2000-х годов, да, потому что Банк Японии, как мы знаем, он вообще новатор в области quantitative easing, QE-программ, он запускал просто в предыдущие времена, в начале летучных, он не в полной мере использовал эти мощности по выкупу долгосрочных активов, и за что очень критики большой подвергался, сейчас видит успех ФРС в преодолении дефляционных намерений, и пытается теперь наверстать упущенное. И тут очень важны вот эти инфляционные ожидания, и все для того, чтобы эти инфляционные ожидания повысить. Все для победы, все для победы, ну вот твое личное мнение, достигнут они желания? Я думаю, 100-105 могут нарисовать. Легко, да? А 2% инфляция? 2% инфляция вопрос, но сейчас инфляционные ожидания по индикаторам уже говорят о том, что рынок закладывается на это. Ко второму кварталу 2014 года ожидает рынок. Который квартал 2014 года? 14-го года. Ну, через год практически. Ну да, но тут флаг большой, и проблем очень много в экономике, все прекрасно о них знают, и вот такая скользкая ситуация, но решительность действий и интересно очень, будем играть в эти игры. Да, 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 и вполне очевидно, потому что движения такие, что мама не горючая, собственно, спекулянт еще. Так что переходи еще и на доллар-иена. Я Форекс не торгую. Где-нибудь в другом месте. На московской бирже, кстати, есть возможность сейчас торговать инструменты. Я не знаю, там есть доллар-иена-то у них или нет. Присоединяйся, Барон, присоединяйся. Так, значит, смотрим, продолжаем говорить о азиатском регионе. Ну и Китай, да, Богдан, тебе вопрос. Китай как, ну, я не знаю, флагман, локомотив, как его можно назвать, ну, глыба, по крайней мере. Глыба надежды на Китай, что он, как минимум, этот самый азиатский регион поддержит спрос на, да, будет постоянный на сырье, на металлы Австралии, Новозеландии, смотрят в глаза, да. А экспорт в США, который год снижается? Который год снижается. Сейчас очередные минимумы показалось. Ну, вообще, ты как вот видишь-то Китай? Насколько он удачно сейчас, да, стоит он на ногах уже или все-таки еще проседает? Ну, пока он стоит на ногах. Недаром Китай стал у нас самым крупным импортером нефти в мире, обогнав по этому показателю США. Ну, тут здесь, конечно, стоит отметить, что и США сделали достаточно серьезные шаги для того, чтобы внутреннюю добычу стимулировать. Но при этом все равно вот тот рост, который экономика Китая пока показывает, он все равно приводит к потреблению нефти. И, соответственно, по потреблению нефти и импорт нефти в Китай растет. Но я боюсь, что это уже, знаете, такой холостой ход экономики. Потому что вопрос, куда продавать товары, да. Экспорт в США снижается. А спрос в Европе будет, скорее всего, ухудшаться. Потому что те действия, которые будут предпринимать европейские правительства по снижению госрасходов, они, конечно, приведут к снижению расходов и, собственно говоря, частной милиции. Куда внутренний спрос в Китае так фактически и не заработал. И заработает ли он? И что сделал для того, чтобы заработал? Это, да, очень большой вопрос. Был некоторый бум на рынке жилья, но он как-то, что называется, сдулся. Поэтому, да, Китай растет здесь, что называется, сказать ничего нельзя. Но китайская экономика, на мой взгляд, это один из возможных пузырей. Недаром, собственно говоря, рынок китайский, да, посмотрите на динамику там Шанхая. Очень плачевно относительно тех же американских рынков. То есть вместо того, чтобы вытянуть мировую экономику, он может, наоборот, быть такой миной для мирного действия. Есть такая возможность, но, в принципе, никто не отменял кризис перепроизводства. Вот, поэтому его возможность вполне может реализоваться в Китае. И здесь, опять же, да, вот смотрите, китайская экономика растет, а фондовый рынок китайский, ну, практически нет. Отскочил, конечно, тоже, да, но практически не растет. Американцы еле-еле теплится экономика, зато индексы бьют ключом, ставят новый исторический рекорд в Доучу. Вот, поэтому с Китаем все очень достаточно сложно. И, к сожалению, это может оказаться, аукно, если там начнет ухаживаться ситуация, это очень серьезно аукнется нам, потому что со стороны Китая большой спрос, опять же, на энергоносители, как я уже сказал, плюс большой спрос на металлы, вот, и, а мы как экспортеры всего этого. Кто-то мне на этой неделе похвалился, что активно покупают металлургов. Вот как, не помню кто. Дим, что ты про Китай скажешь? Нормально все по Китаю, в общем, там есть свои планы, есть свои пятилетки. Конечно, в ближайшие годы не стоит ожидать того, что внутренний потребительский спрос начнет расти, это перспектива... В ближайшие вот... Ну, годы. Год, год, два, три, да? Да, да, ближайшие десятилетки, да, это уже говорят о том, что будут приниматься все шаги для того, чтобы стимулировать внутренний спрос. Пару цифр буквально сегодня слышал, 600 миллионов человек живут на селе, образно говоря, и две Америки, это какой потенциал огромнейший по спросу внутреннему, огромнейший просто потенциал. Про Индию молчим, про другие страны там колоссальное население живет за уровень, за чертой бедности, образно говоря, да, но они являются потенциальными рынком сбыта товаров. Поэтому пока будет трансформироваться китайская экономика, процесс достаточно болезненный, они и финансовую систему сейчас реформируют, и курс юаня. То есть там происходят трансформации, и фондовый рынок не является отражением действительно реальной ситуации в экономике, там очень все сложно. Вы говорите, что и фондовый рынок, китайский в частности, да, вот такой своеобразный, там инфраструктура достаточно... Было хорошее движение, конечно, вот в конце года, тоже довольно сильно, это связано с низкими темпами инфляции, были там очень подавленные инфляции, денежную массу разогнали, и деньги на рынок пошли. Сейчас инфляция не очень хорошая вышла, и в целом по БРИКу ситуация инфляционная плохая, и по развивающимся рынкам, что сдерживает как раз-таки рост денежной массы, и приход денег на фондовые рынки. Ну, по Китаю я бы рекомендовал, вот, знакомиться, очень хороший отчет сейчас вышел, Барклейс, они его публиковали в 2011 году, 320 страниц по Китаю, шикарный отчет. В английском языке, правда, ну, все основные аспекты освещаются, и... Знаешь английский язык, Богдан? Почитаем. Почитаем. Интересно, я вот этим занимаюсь, но я по Китаю не вижу больших проблем, там есть проблемы, но пока каких-то таких колоссальных дисбалансов я не вижу. Ну, то есть я вот мысль все-таки уточнить хочу, да, Китай может, и на это есть резон рассчитывать, в какой-то момент поддержать, да, мировую экономику от этой ямы. Потому что все-таки мы же говорим, да, спрос, Китай, Китай спрос во многом формирует. Проблема в том, что стимулируя внутренний спрос через повышение зарплат, он тем самым будет повышать стоимость производимой продукции. И, соответственно, китайские производители начнут терять свое преимущество на международных рынках, и, соответственно, экономика может получить удар с этой... Да, это сложный процесс, действительно, там много очень вопросов, очень сложно, но им надо перестраиваться, чтобы... Ну, будем следить, будем за этим следить. Друзья мои, время заканчивается, я буду тоже потихонечку закругляться. Во-первых, спасибо вам. В студии Богдан Зварич, начальник экономического отдела, NetTrader, Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании KIT Finance. Спасибо, что вы сегодня нашли время, значит, для нашего эфира. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, отдыхайте, суббота, воскресенье впереди. Ну, а с понедельника продолжим наши ежедневные встречи.